Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Сейчас конец 2018 года и Samsung Galaxy S8 для кого-то уже покажется какой-то древностью. А кто-то может быть и подумает, честно говоря, может там у Samsung залежались на складах и Давиду там Samsung закинул, чтобы помог реализовывать. Все, конечно, не так. Эти телефоны я даже в Samsung взять не могу, мне их не дают, это раз. Взял я их в интернет-магазине на время. Дело в том, что вышли Samsung Galaxy A9 даже, Galaxy A7. И это видео, если, наверное, посмотрят сотрудники Samsung, они на меня может даже и расстроиться. Но я за правду. Ребят, вместо того, чтобы купить какой-нибудь Galaxy A9, даже Galaxy A9, у которого нет водозащиты, который не столь хорош, лучше взять, получается уже фактически двухлетний флагман Galaxy S8, либо Galaxy S8 Plus. Говорю искренне. Мало того, внимательные зрители, наверное, уже настрочили комментарии. Давид, что ты дичь тираешь? Ты Galaxy S8 попользовался пять месяцев и продал из-за микролагов. Я не отказываюсь от своих слов. Но я блогер. И те микролаги, которые меня доставали, я об этом подробно рассказывал, при открытии приложений, при открытии браузера, а браузер, извините, это Chrome, разработка Google, Android, разработка Google. Пусть и Samsung под себя ее переработала, но микролаги мне надоели. Но на них кто-то и внимания не обратит. И множество людей, кто пользовались, с одной стороны, кто-то говорил, как и я, микролаги надоели, а с другой стороны, говорили, да все отлично. И опять же, многие дают совет, сбрось его до заводских и сделай заново. Восстанови все. Плюс ко всему, ребят, цена рулит. Притом, рулит реально по-настоящему. Что Galaxy S8, что Galaxy S8 Plus купить можно сейчас за вполне вменяемые деньги. Я брал их в интернет-магазине kyuk.ru. У них официальный Samsung. Можете через сайт Samsung проверить. Везде все на русский. Это для российского рынка. Ни для украинского, ни для Пакистана, ни для Ирака, ни для Америки. Это русский Samsung через официальную гарантию идет. И если вы думали к Новому году что-то себе купить, Galaxy S8, крепко подумайте, он у меня был. Батареечка не столь хороша, но телефон зато за счет этого меньше, удобнее в джинсах носить, например, в кармане. Просто он компактный относительно. Ложных нажатий, кстати, нет. Хотя некоторые говорили, не раз слышал, вот за счет боковой грани у меня ни разу не было. Но Galaxy S8 Plus батареечка побольше 3500. Уже значительно более интересный вариант. Здесь, по большому счету, телефон не устарел. Сейчас, в восемнадцатом году, и в девятнадцатом можно будет пользоваться. И даже в двадцатом. Но, честно говоря, конечно, Galaxy S9, если вам важна производительность, там более современный процессор. Это Exynos. Я уже делал видео о том, что говорил, конечно, лучше брать на Snapdragon. Но в данном случае у меня официальный Samsung на Exynos. И Exynos 8895. Ребят, он набирает 175-200 тысяч в этих пределах Antutu. PUBG пойдет ближе к максимальным, фактически по флагманскому. Это фактически аналог 835, но не столь хорош. Но тоже, как говорится, вам будет комфортно. Я когда пользовался, играл в PUBG Mobile, какие-то другие игры, у меня проблем никаких не был с Galaxy S8. Но иногда микролаги в играх проскакивали. Те микролаги, которых нет на новом процессоре Exynos в Galaxy S9. Но это такая мелочь, честно говоря. Ну и по-стальному, ребята, самое главное, здесь есть настоящая водостойкость. Вы можете в бассейне плавать, только в море нельзя. Ни один телефон не поддерживает, если вы окунете в воду морскую. Можно бросить на собой в песок, если вы на пляже где-то. В воду только морскую не кидайте. Под дождем разговаривать. Утопите его, ничего с ним не будет. Водостойкость есть. NFC-модуль. Да все есть. Единственное, стереодинамиков нет, что в Galaxy S9, конечно, интереснее. Но это можно пережить. Хорошее качество звучания в наушниках. Разум для наушников есть. Поэтому мой вам совет, откровенно говоря. Еще раз скажу. Samsung это видео посмотрит. Наверное, на меня сильно обидится. Но мне пофиг. Лучше взять Galaxy S8 или Galaxy S8 Plus даже в конце 2018 года. Потому что Galaxy S9 стоит дороже, Galaxy Note стоит значительно дороже. А вот эти все, сказал бы грубо, сказать не сказать, ублюдки. Ублюдки какие-то. Не хочется обижать, конечно, тех, кто пользуется. Наверное, не буду вырежу. Но то, что Samsung делает сейчас со серией, вот эти трехглазые, четырехглазые телефоны, особенно Galaxy S9, которые вообще снимают погано, если называть вещи своими именами, а стоит столько же, если не дороже. И камеры ужасные. Но, если вы будете смотреть это видео позже, возможно, Samsung выпустит прошивку и улучшит качество фотоснимков на любую из камер. Не стоит вашего внимания. Я не рекламирую сейчас магазин. Можете купить где угодно. Не в этом суть. Можете даже лучше, если найдете где-то на Snapdragon. Но одна из лучших покупок сейчас – Galaxy S8. Вот и все. Единственное, я не агитирую вас за кик, но если действительно будете там покупать, цены посмотрите. Там хорошие цены на Galaxy S8, S8 Plus. Еще минус 500 рублей по кодам и слово будет. Но я не поленился. У меня куча фотографий уже была до этого. Я еще несколько сделал. И вы будете смеяться, будете писать «Давид, ты за Покофон топишь». Ни в коем случае. Я снял на Покофон несколько снимков. И несколько снимков. Вот он лежит. RX 17. Опа. То, что у меня было. То есть, снимки с четырех телефонов. Вот комментировать не буду. Посмотрите сами. Может быть, удивитесь. Камера, безусловно, хорошая у S8. Но вот по-настоящему классно он пишет видео. Я даже на нее обзоры снимал. В этом плане Samsung большие молодцы. В качестве видеозаписи замечательное все. Качество фото, оно отличное, хорошее. Но тоже Google Pixel будет снимать явно лучше. Ладно, на этом у меня все. Я не стал вываливать на вас кучу информации. Там разрешение экрана, всякой ерунды. Вы наверняка это знаете. Возможно, вы смотрите уже не первый обзор. Возможно, вы смотрели мои предыдущие обзоры. В общем, ребят, если хотите купить себе нормальный аппарат за не очень большие деньги, то на Galaxy S8 посмотрите. Не ведитесь на то, что скоро будет Galaxy S10, а это уже отстой. Нифига подобно. Он вам еще может прослужить несколько лет и горя знать не будете. Если микролаги на экстренции вас, конечно, не пугает. На этом у меня все. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Ребята, в ближайшее время будут выходить видео на правах рекламы. Они обязательно будут помечены, вы увидите. Просьба отнестись к пониманиям. Просто по-другому не могу, предупреждаю. Все мы люди. Спасибо за понимание.